Ежегодно на каникулы в Геленджик приезжают воспитанники дома-интерната для слепо-глухих детей Сергиева Посада. Ребята с радостью проводят летние месяцы у моря, участвуют в богослужениях и приходской жизни малого храма Андреевского кафедрального собора. Ко дню семьи любви и верности воспитанники интерната и ученики воскресной школы подготовили праздничный концерт. Дома ждет меня, семья, папа, мама, вот и я. День семьи, любви и верности – праздник молодой, но уже ставший неотъемлемой частью календаря. На всех приходах, городах и селах воспевают святых Петра и Февронию, хранителей главного жизненного очага – семьи. Святых этих праздник сегодня так хочется мне пожелать любви всем такой же глубокой и в старости ее сохранять. До прихожан малого храма Андреевского кафедрального собора, особенные дети из Сергеева-Посадского интерната для слепоглухих детей подготовили творческую программу. Воспитанники интерната проводят летние каникулы у моря, участвуют в богослужениях и приходской жизни. Во-первых, наши дети – воспитанники интерната детей с ограниченными возможностями. Но несмотря на, скажем, такое особенное заведение, у нас сложено семейное совершенно отношение. Каждый год ребята у нас выезжают в город Геленджик, где они проводят все лето, живя одной целой семьей, не считая, что у них нет никого рядом. Потому что на самом деле у них общение и, скажем так, отношение со взрослыми совершенно как в одной семье. Вместе с особенными детьми творческие номера подготовили и воспитанники воскресной школы. В каждом стихотворении, в каждой песне они отмечали самое важное – любовь и верность семье и Богу. Мы стараемся проводить наши мероприятия таким образом, чтобы укреплять семейные отношения и чтобы приход был как одна большая семья. Дай Бог, чтобы такие мероприятия были не какими-то исключениями, а чаще мы так собирались. Потому что всего этого очень нам не хватает в нашей жизни, такого единства и общения. Какой праздник без сюрпризов? Всем юным талантам были розданы подарки. Концертная программа завершилась общей трапезой. Анастасия Локтионова, Алексей Дроздецкий. Пресс-служба Новороссийской епархии.